Все стесали. Некоторые наоборот довольны. А некоторым сделайте на выкости. Еще плиткой просят выложить и асфальтом. Вы из какого дома? 8-5. А подальше туда. Там у родника. Они раньше у родника все выкащивали. И там косят. Я посадила тоже там ругалась. Зачем это делаете? Красота такая стоит. Цветочки. А красота. А воздух. Трава, воздух чистят. Вот что самое главное. Кто заставляет их? Они вот сами ищут. Да нет. Да ему все равно совершенно. Ему скажут иди спать. Ложись. Он будет спать 24 часа в сутки. Начальники они же под все вот это. Они списывают деньги. Там сумасшедшие деньги выделяются на это. Они зря что ли это делают. Причем мам себе берут. Валину не будет. Конечно. Причем триммер запрещен. Он триммером не имеет права здесь косить. А жужжание какое стоит на весь дом? Да. Утром даже вот рано встаешь с жужжей. Думаешь, что это жужжить? Ничего не пойму. Выгляну опять кость одну. Да что же это такое? А у нас вот это не просто газон. Это у нас называется луговое разнотравье. И по закону это луговое разнотравье косится один раз в год. В конце осени, да, где-нибудь в октябре, когда уже все травы отцветут. Как она перепрела, да. Да. И пока вот не нарешь на них, ничего не сделают нормального. Уже две минуты прошло. Нам идти тоже надо. У тебя от работы тебе заплатят там твои три копейки. Давай поговорим. Лен, поговори с ним. Давай мне его телефон. Кто там? Пусть прикажет, чтобы уходил. А сейчас этот мусор полдня тут будет валяться на асфальте. Покошенная трава. Самый ужас, что вот таких вот неравнодушных, вот единицы, понимаете, вот, которые остановятся и скажут, не делай этого. Мы здесь живем. Мы бы к нему домой приехали, там, что-нибудь тебя собирать или косить. Да ты бы нас, бошки бы нам поотрезал бы у себя дома. Некров тоже вообще тут сейчас напустили. Столько живет, это вообще ужас. Выходишь с подъезда, не знаешь, в какой стране находишься. Алло. Здесь вот я эту горку берегу уже сколько лет. Они же хотели здесь вот так вот плиткой вот сюда спуститься, сюда плитку выложить, здесь фонари поставить и весь пруд замостить плиткой они хотели. Я не дала. Каждое лет вот хожу здесь, борюсь. Алло, здравствуйте. С кем я говорю? Как? Ну, в общем, я не поняла. Короче, вы своего товарища... Послушайте, мы не можем тут стоять, уже две минуты прошло, пять раз. Ну, ничего, скажите своему товарищу. Здесь же люди собрались, не хотят, чтобы косили у нас траву. Тем более триммер запрещен в Москве. Что вы сюда его прислали с триммером? Пусть спать идет на Голубинскую, в свою общагу, или на Новоясеневскую. Нечего ему тут делать. Смотрите, какой цикорий скосили, синенький. Вы посмотрите, какая красота. Ну, зачем? Это красиво же, смотрите. Зелень. Ну, зачем вот этот мусор? Сейчас. Нет, что скажешь, бабуля, я тоже работаю. Тебе сколько платят-то? Меня это не платят, у меня просто территория, я здесь не заработаю. Он сюда придает, тратит меня. Ну, не за это вообще сколько платят? За это вообще не платят. Вообще? Ты что, бесплатно что ли работаешь? Благодаря сколько человек работает, один день работает, кассирка. Ну, и сколько вам платят-то? Там чуть-чуть, да, не знаю. Ага, а потом они это к себе домой деньги отправляют, там дома строят на эти деньги. Вы сами подумайте, зачем это надо? Вы же тоже люди. Они приехали сюда зарабатывать, им все равно, что делать. Им скажут нас убивать, они нас убивать пойдут. Вот увидите. Так они... Да? Пойдешь нас убивать? Нет? Если прикажут. Если прикажут, начальник, если скажет. Да, интересно. Не пойдешь, откажешься, да? Я такое слышала, что вы москвичи, мы вас скоро отсюда выживем. А чем они занимаются? Вы у нас в гостях, вы скоро будете. Так вы посмотрите, что творится-то в Москве. Я говорю, из подъезда выходишь, не знаешь, в какой стране живешь. Курые эти стоят месяцами. Чем они занимаются? Хоть бы милиция подошла, спросила. Да милиция в курсе. Милиция в курсе. Там все проплачено. Они собирают их лампы по помойкам и вывозят в свою страну. Вот люди выбрасывают там ненужные вещи. Холодильник, телевизор, они все это собирают. Все нервы измотали. Этот триммер вообще. Вот тут у меня под окнами техника строительная работала. И то приятнее был звук, чем от этого триммера. Я первый раз обратилась. В шестом году я говорю, сколько можно косить. Мы выполняем поручения правительству. Знаете, вот они что говорят. Я говорю, вы на кого работаете? Они на правительство Москвы, они говорят. Они не на нас. На правительство Москвы они работают. Они на рожь, надо что-то говорить. Ну-ка, скажи свое слово. Тебе нравится, когда траву косят? Не, не очень. Вот так вот. Вот так вот. Вот именно. Представляешь, они вот чего тут делают? Ну, они же не к своей воле. Ну, правильно. Поэтому начальство сейчас ждем. Сейчас. Чтобы отменило это указание. А что, кому она мешает? Кому она мешает? Воздух у нас такой охренительный, да? Ну, да. А пруд тебе нравится? Что ж, мне говорили, не очень. Ужасно, было лучше, правда? Ну, да. Единственное, поменяли бы вот эти. Да, дорожку. Дорожку и все, да. Так они 47 миллионов туда вбухали. За 47 миллионов здесь море можно было выкопать. Вот они и выкопали нам соловинное море. Что в своей стране порядок не наводите? Ты с какой страны? А, здесь. А твоя страна? Понятно. Сам приехал откуда? Из Абекистанта. Вот. Что в своей стране порядок не наводишь? Приехал сюда бабки зарабатывать. Стоять. Так. Иди, моя радость. Вы, вы. Так, это мой муж. Сейчас вы обнимете, да? Нет. Руки прочь. Да нет, нет, я же все. Я пошел смертно. Очень хорошая женщина. Не знаю, как у вас там, но я уважаю их просто. Так вот, почему траву у вас косят, вы скажите? Почему вы не возникаете? Елена Германовна, дело в том, что, сам это, правильно говорю? Германовна. Германовна. Адын. Адын, совсем адын, да. Дело в том, что это город смотрит. Я к этому отношения мало имею. Ну, косят, почему? Косить надо. Но вопрос, какого размера сантиметра должно быть? Значит, объясняю вам городские законы. 743-е постановление. У нас вот это все не газон и не трава. Это называется луговой разнотравье. Вы видите, какая красота. Это желтенькие цветочки, сиреневые, беленькие. Что тут только не растет? Относительно согласен. Почему? Потому что, когда пожароопасный период бывает, когда жарко, да, тогда мы сами заставляем косить. Потому что там мало что. Послушайте. А сейчас-то сейчас нету. 40 лет здесь живу, ни разу вообще ничего тут не загоралось. Какой пожар? Ну, вот я говорю. Зеленая кровь. Это вам придумывает ваша власть про пожары и про клещения. Нет, мы про это говорим, да, говорим. Но то, что он косит там... Больше не появляйся тут. Вообще не надо косить. Зачем косить? Нет, он-то кто? Он исполнитель. Мы снижали, что да. А мы ему сказали, валя отсюда. Нет, нет, за это еще зарплату не зарплатит. Он-то ни при чем. Конечно, вы только о своей зарплате и думайте. Мы тут без зарплаты свои нервы уже все истрепали.